В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Жители городского округа сдали на вторичную переработку старую бытовую технику и батарейки. Почему важно следовать примеру участников акции, объяснит наш корреспондент. Импровизированный склад старой электроники с каждой минутой становится все больше. Теперь эти магнитофоны, телефоны, компьютеры и телевизоры не будут разлагаться и загрязнять природу, а пройдут через определенные процедуры и вновь станут полезными и нужными. Все, что здесь сегодня представлено, это пластик, это стекло, это медь, это батарейки. И период распада в естественных условиях составляет от 100 до 500 лет. Поэтому необходимо это все собирать и утилизировать. И абсолютно точно это нельзя выкидывать. Для городского округа Люберца уже стала традицией два раза в год собирать бытовую технику, отслужившую свой срок. Самые активные участники экологической акции – школьники. Мы пошли всем классом, нам всем было интересно. Я сдала технику, мы приносили телевизоры, компьютеры, магнитофон был. Я сегодня хочу сказать спасибо организаторам этой акции, кто стоит у истока в организации. Ребята, вам спасибо. Я думаю, вы расскажете своим одноклассникам, школьникам, соседям, друзьям. И я думаю, что мы с вами, вот то, что приходит в негодность, не будем просто бросать, а будем правильно утилизировать. В прошлом году в городском округе Люберца собрали 8,5 тонн электроники. Результаты нынешнего пока неизвестны, но цифра точно будет выше. Во время акции, которую провели в первом полугодии 2022-го, люберчане принесли больше 10 тонн старой бытовой техники.